Всем привет! Я ненадолго покинула Канарские острова, чтобы посетить город Малага. Малага является провинцией Анделузи и находится в южной части Испании. Сейчас я нахожусь на площади, которая называется Мерсет. Эта площадь известна тем, что здесь расположен дом, в котором когда-то родился и жил известный художник Пабло Пикассо. Напротив этого дома на площади расположен памятник. Сюда приходят туристы сфотографироваться с этим памятником. В испанском фамилия художника читается как Пикассо. Пабло Пикассо прожил 91 год и за всю свою жизнь он создал около 20 тысяч работ. Сейчас в этом доме расположен музей, который можно посетить. Кстати, город Малага является городом музеев. В этом городе находится 36 музеев. По экспертным оценкам Пабло Пикассо является самым дорогим художником в мире и самым лучшим за последние 100 лет. Первой женой Пабло была Ольга Степановна Хохлова, которая родилась в городе Нижин Черниговской области Украины. Площадь Мерсет является одной из основных площадей Малаги. С испанского переводится как Площадь Милосердия. Это место имеет огромную историю, в частности, где происходили гражданские восстания. В центре площади установлен обелиск генералу Тарихасу и его приближенным соратникам, которые были расстреляны в декабре 1831 года за свои либеральные взгляды. А еще я заметила, что сюда приходят художники. Я уже видела здесь троих, видимо, сидят и получают вдохновение от Пабло Пикассо. Город Малага является одним из самых счастливых в мире. Почему, я не знаю, но это доказали. Видимо, здесь живут самые счастливые люди. Такой статус городу присвоил Майк Викинг, который является основателем и руководителем Института исследований счастья в Копенгагене. Майк сравнил 20 разных городов мира. Его исследование состояло из наблюдений за людьми на улице. Таким образом, он отслеживал, улыбаются люди или нет. Как оказалось, Малага имеет самый высокий показатель улыбающихся людей. По словам Айка Викинга, он никогда не видел более счастливого города в мире, чем Малага. Сейчас я вам покажу смотровую площадку. Она открывается на сразу несколько объектов. И здесь вот в этом парке водятся белки. Я сейчас увидела одну белку, она прямо такая шустрая, спрыгнула с ели и побежала прямиком по лестницам в ресторан. Видимо, она это уже не раз делала. Но такая прям красивая белка, прям пушистая, коричневая, смешная. Нету больше таких здесь. Может, она здесь одна живет? Хотя вряд ли. Еще здесь кошки ходят. Сейчас я вам покажу смотровую площадку. Буквы Л здесь отсутствуют, поэтому сюда туристы стараются встать посередине и изобразить букву Л. Кстати, вот, видите ударение? В испанском ударение ставится обязательно. Поэтому читается Малага, а не Малага. С этой смотровой площадки открывается вид на крепость Альказаба де Малага, на Римский театр и на башню Кафедрального собора. Об этих достопримечательностях я расскажу в следующих видео. Белка, смотри-ка. Какая пушистая. Молодец же. Наверное, за едой побежала. Малага. Молодец. Украина. Продолжение следует...